Рак или карциомы – злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальных клеток различных органов и систем. Раковые клетки отличаются способностью к неконтролируемому росту, размножению, проникновению в окружающие ткани с формированием метастазов. Стоит отметить, что смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в мире, уступая лишь патологиям сердечно-сосудистой системы. Слово рак – это достаточно узкое, это онкологические заболевания. Но онкологические заболевания на сегодняшний день занимают второе место по причине смертности и в Республике Тарстан, и в Российской Федерации. На первом месте – это болезни системы кровообращения, второе место – это онкологические заболевания. Согласно данным нового исследования, охватывающего 204 страны и региона, число случаев рака в возрасте от 14 до 49 лет резко выросло за последние 30 лет. А к 2030 году число новых диагнозов вырастет еще на 31%. Анализ показал, что в 2019 году число новых диагнозов у людей моложе 50 лет составило 3,26 миллиона. Это на 79% выше показателей 1990 года. За этот же период уровень смертности вырос на 27,7%. Однако стоит отметить, что повода для паники нет. Основаниями для подобной статистики стали новые технологические прорывы в области медицины, которые позволяют выявлять онкологические заболевания на более ранних этапах в более раннем возрасте соответственно. Однозначно ответ на этот вопрос нет. И сказать со 100% уверенностью, что рак молодеет достаточно сложно. Здесь много-много разных факторов, которые играют в этом. Основным является, наверное, это более на сегодняшнее раннее выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях соответственно у более молодых пациентов, ввиду как раз-таки развития различных направлений и генетики, и появление более серьезного медицинского оборудования, которое позволяет на ранних формах, на ранних стадиях и даже еще до формирования онкологического заболевания выявить образования, которые в дальнейшем могут перерасти в онкологические заболевания, в рак. К факторам риска развития рака относятся употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро. В 2019 году примерно 13% случаев рака, диагностированных во всем мире, были ассоциированы с канцерогенными инфекциями, такими как гепатит В и гепатит С. Вирусы гепатита В и С повышают риск развития рака печени и рака шейки матки соответственно. ВИЧ-инфекции повышают риск развития рака шейки матки в 6 раз. Причинами развития онкологических заболеваний на самом деле их очень много, этих факторов, но есть основные триггеры, основные факторы риска, которые провоцируют вероятность заболеть онкологическим заболеванием выше. Такие так, потребление алкоголя, курение, отсутствие физической нагрузки и неправильного образа жизни. В принципе, это основные маркеры возникновения онкологических заболеваний. Выявление рака на ранних стадиях повышает вероятность хорошего ответа на лечение, увеличивает шансы пациента на выживание и уменьшает тяжесть заболевания, а также позволяет использовать менее дорогостоящие методы лечения. Ранее выявление онкологии и скорейшее начало лечения позволяет значительным образом улучшить жизнь онкологических больных. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.